Привет, мои хорошие! Сейчас я приготовлю омлетик Данечке, Кристиночке. Сегодня, девочки, получила комментарии. И, знаете, захотелось просто поговорить о нашем, о женском, о насущном, о нашей жизни с вами. До того мне просто жалко наших девочек, которые постоянно всё тянут на себе, тянут, тянут. Просто, знаете, не могу я на всё это дело смотреть. Да я, в принципе, и сама такая дурочка, можно так сказать. А где молочко? Я уже подсолила. Сейчас молока добавлю. Вот так. Сейчас Кристинка пойдёт с Данькой гулять. Ну, а я сейчас им приготовлю, и заодно мы с вами поболтаем. Танюха там тоже будет видео снимать. Вот. Просто, знаете, девчата, вот честное слово вам говорю, что мы с вами, как ломовые лошади, вот правда, да? Как будто бы у нас с вами нет ни мужиков, как говорится, ни детей, особенно у взрослых. Уже, как говорится, у нас уже у женщин возраста плюс. Всё тянем на себе, с самой молодости тянем, тачим на себе всё. Всё делаем сами. Всё сами. Мы сами с усами. Сейчас формочку смажу маслом. Да, привыкли, тянем на себе, тянем эту лямку, по жизни тянем. А мужики наши что? Они хорошо у нас с вами устроились, правда, девочки? Очень хорошо устроились. Вот, сейчас перелью. Вот, просто зеленью будет омлетик такой хороший. Устроились, как говорится, и считают себя такими крутыми, такими деловыми. А мы с вами что? Да мы с вами ничто, в принципе. Мы с вами как домоработницы у наших мужиков. Поэтому у нас с вами нет ни времени на себя, на любимых. До того мы с вами устаем, как собаки, как загнанные лошади. И к вечеру, знаете, ложимся без задних ног, всё, отрубаемся и ночью храпим. Ну, примерно так. Девочки, я сегодня засолила малосольные огурчики. Такие небольшенькие, такие красивенькие. Вот, зелень петрушки положила, чеснок положила. Да, укроп, правда, у меня был в пакете прошлогодный. Ну, ничего страшного. Ой, залила минералочкой. Будет такая вкусняшечка вообще просто. Просто, просто супер вкусно. Готовила икру кабачковую. Вот у меня опять баночек получилось, я вам говорила. Всё. Сейчас я её уберу пока в холодильник, а завтра муж пойдёт с дежурства и унесёт её в гараж, в погреб. Сегодня сама не пойду. Не хочу. Идти в гараж вообще не хочу. Что-то я вообще разленилась. Разленилась слегка. Ой, мои хорошие. Смотрите, какой омлетик я приготовила вообще. Знаете, девчоночки, вот приготовила омлет, как обычно, да, но забыла сразу в омлет, вот сразу, как только яйцо сбила с молоком, забыла положить кусочек сливочного масла. Вот видите, здесь дырочка. Вот дырочка. Вот здесь, видите, маслица. Вот она. Вот. Потом уже докинула, и он сразу у меня стал подниматься. Сразу стал шапочкой так подниматься. Зажарился-то красиво. Ой, вообще. Вкуснятина, вкуснятина. Ой. Как в детском саду. Как раньше. Ну что, мои хорошенькие, мои дорогие девочки, вам еще раз большой приветик от меня. Сейчас я с вами, значит, на связи, да, и сегодня у нас с вами пойдет разговор о том, как нам, женщина, себя, значит, любить, ценить, приводить себя в порядок, как найти на это время и так далее. Вы что думаете, мои дорогие? У меня постоянно было время на себя? Конечно, нет. Почему я решила изменить себя? Ну, во-первых, я смотрю, как и вы, видео в Ютубе, я смотрю интернет, я вижу наших женщин, которые, значит, как-то пытаются, у них ничего не получается, и смотрю тех женщин, у которых все получилось. Все, значит, это мое осознание пришло еще ко мне год тому назад, потому что я поняла, что если не я, то кто? Мы с вами все устаем. Я вас всех очень прекрасно понимаю. Знаете, когда я работала в депо уборщицей, вот сейчас мне опять там будут писать, ты уборщица? Да я не уборщица, девочки. Я простая женщина, которая не смогла в свое время найти работу по своей специальности, хорошую работу, и мне пришлось устроиться до уборщицы. И что здесь в этом такого? А что уборщик – это не человек? Кстати, когда нет начальника на месте, никто не заметит. Но когда нет уборщика, уборщицы на месте, все сразу заметят. Я устроилась на эту работу, знаете, потому что не было больше сил, значит, платить недостачи. Я до того устала от этого. Коллективы большие в магазинах, вот кто-то один или два тащит, а все платят. Вот это для меня было просто большим шоком. И для моей семьи мой муж за меня платил, значит, два-три раза там недостачи. И после этого я решила вообще уйти больше из торговли и никогда там больше не появляться. Хотя меня после уже приглашали, значит, в две компании работать, так как я товаровед продтоваров. Вот. Я отказалась. Отказалась. Ну и что из этого? Что, я теперь не человек, что ли? Мне здесь пишут, вот, она уборщица, а здесь рекламируют, значит, свою харю, да? Свою морду. Ну так, если вы человек с высшим образованием, и у вас, значит, прекрасное лицо, так же рекламируйте его? Я вообще-то не рекламирую, я просто показываю себя, как я смогла измениться, как я смогла все это сделать в домашних условиях, и что? Что в этом плохого? Я ничего лично в этом не вижу плохого. Если вы видите здесь какой-то подвох, то ради бога, это ваше право. Но у меня, допустим, у меня, значит, простые рецепты, домашние рецепты, на которых я сделала свое лицо. Вы знаете, мои хорошие, я не беру за это деньги. Я все это делаю бесплатно для вас. Вот. Кому не нравится, не смотрите просто-напросто. Если вы считаете, что у меня есть пластика на лице, ну, давайте с вами через суд, значит, встретимся и поговорим. Пригласим специалистов с медицины, которые скажут, что у меня пластики на лице нет и никогда не было. Давайте это с вами сделаем. Вот правда, ради интереса. Я просто-напросто буду очень даже рада. Это будет не такая реклама, такая реклама. Вот давайте, кто из вас осмелится сделать мне вызов и, значит, подать на меня в суд в плане том, что я нанесла, значит, у меня пластика на лице, у меня, значит, там какие-то уколы или там операции какие-то. Ну, давайте, подавайте на меня в суд. Вот. Давайте так с вами сделаем. И я знаю, что я подам на вас такой иск, и я его выиграю, потому что у меня никогда не было и нет никакой пластики на моём лице. Никогда не было и нет. Вот. Так что я так решила. Кто хочет, просто подайте на меня в суд. Скажите, вот, Елена, канал такой-то, значит, делает рекламу там на свою харю, да, вот, что у неё там пластика, а она всем говорит, что у неё просто маски и помогли. Хорошо. Давайте так сделаем. Кто из вас будет такой первый, смельчак? У вас есть такие деньги, чтобы мне потом заплатить? Я надеюсь, что есть. Если у вас есть такие деньги, а я, кстати, буду судиться только через деньги, ну что ж, мне же надо будет как-то себя потом на югах понежить за такое моё расстройство, которое вы мне приносите ежедневно. Вот. Так что подавайте на меня в суд, я приму ваш вызов, и мы с вами будем судиться. Я приглашу, я приглашу лично специалистов, вы можете своих пригласить специалистов, которые проверят, проверят, есть ли на моём лице пластика, какие-то уколы и всякая прочая дребедень. Я просто уверена на все, на всю тысячу процентов, что вы проиграете. Вот. И поэтому я вам предлагаю подавайте на меня в суд. В суд подавайте на меня. Я буду только рада. Я выиграю деньги и поеду отдыхать. Поеду отдыхать. Вот. А я обязательно поставлю, как говорится, за моральный вред. Вот. Поставлю деньги, которые вы мне заплатите после суда. Вот так. Потому что я уже устала, устала вам доказывать, что моё лицо естественное. Я никогда не прибегала никакой пластики, никаким уколом, ни к чему прочему. Так что жду от вас, кто я сам первый будет смельчак. Подавайте на меня в суд. А я выиграю и буду отдыхать. Ну а сейчас, мои хорошие, отступим от этой такой щекотливой темы и перейдём к нашей сегодняшней с вами теме. Значит, насчёт наших мужиков, насчёт нашей с вами внешности и как нам с этим с вами дальше жить и бороться. Ну, во-первых, я раньше, вот раньше, как-то, знаете, за собой не очень сильно так следила. Но пришло такое время, был такой момент, переломный видом моей жизни. Я смотрела очень часто YouTube, значит, это было всё, это была моя сказка, да. Вот смотрю там на девчонок, на женщин, которые меняются на глазах, худеют, странеют, молодеют. Вот. Я тоже решила попробовать. У меня не получалось вообще ни хрена. Я добивалась всё это очень долго и нудно. Но всё-таки, значит, у меня был такой период переломный, три месяца, в которых я, значит, то начинала худение, своё похудение, то уходила с этого похудения, опять толстела. А о том, чтобы, допустим, заняться своим лицом, то вообще даже об этом не думала. Но как-то один раз я просмотрела один интересный ролик, я даже уже не помню, какой на YouTube, и поняла, что всё, Лена, баста, хватит, надо, значит, браться за себя, надо не то, что там стройнеть, надо также за своим телом и лицом ухаживать. И я начала это делать постепенно, 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 втянулась в это дело. и потом поняла, что это точно, это сказка, это так прекрасно, когда твоё лицо преображается, вот месяц проходит, два, три, четыре, пять, полгода, и ты видишь, что ты меняешься, просто меняешься. И когда твои знакомые тебя встречают и говорят, о боже, Лен, ну как-то изменилось. Вы знаете, даже не в плане, допустим, там похудения, снижения своего веса, изменилась просто на лицо, кожа, руки изменились. Это же так для нас, женщин, важно. Вот. И мне сегодня пишут, да, и сегодня, и вчера, и позавчера, мне пишут наши девочки и говорят, Лен, ну вот ничего не получается, вот, прихожу с работы такая вся задолбанная, уставшая, хочется отдохнуть, хочется какое-то внимание к себе. А здесь, значит, домашние какие-то заботы, хлопоты и все такое прочее. Девочки мои, вы хорошие, как я вас понимаю, прекрасно. Вы знаете, когда я работала в депо, вот уборческой когда работала, у нас была дача, мы тоже жили в коммунальной квартире, у нас была дача. На даче росли помидоры, огурцы, перец, баклажаны, в общем, кабачки, все, да. И я работала, значит, с 7 утра, вот, с 7 утра, и до 4 дня, ежедневно, когда мы потом с моей напарницей работали, значит, с 7 утра и до 7 вечера, потом мы работали с ней, как бы, 2 через 2, да, у нас было по-всякому, но все равно, даже работаешь, когда 2 через 2, приходишь домой, вот, допустим, в 7 часов вечера, пока я там пришел домой, уже в 8 часов вечера, дома тебя ждет гора, тазы этих огурцов или помидор, да, надо их перерабатывать, надо делать закрутки. Девочки, я так же самое занималась этими закрутками, ложилась спать, когда бывает, и в 2 часа ночи. Не до себя было, правда вам говорю, не до себя было, но иногда даже, я знаете, что делала, я просто, вот, когда, допустим, огурцы закручивала, я натру на терке этот огурец, на свою харю, значит, положу, да, и дальше продолжаю крутить эти огурцы, вот, на шейку положу, все, но это было не часто, потому что я раньше, вот, когда мне было лет, наверное, там 40, да, я так особо с собой не следила, честно вам говорю, я просто, периодически там, делал какие-то масочки, там, каким-то кремом масло, все, вот поэтому, наверное, уже к 50 годам мое лицо очень сильно изменилось, вот, надо ухаживать с собой, с молоду постоянно, и надо нам с вами на это дело находить постоянно время, я вас прекрасно понимаю, прекрасно, вот, честное слово говорю, знаете, вот, у меня бывают такие дни, даже, вот, такие, неудачные, их называю, эти дни, я целый день хожу, как убитая, как убитая собака, да, вот, мне все лень делать, мне что-то, ничего не хочется, вот, видео мне вообще нехота снимать, но я для себя, вот, просто так решила, как бы там тебе не было хреново, Елена, ты моя дорогая, ты сделай себе удовольствие, да, удовольствие, я, значит, делаю любую масочку, ложусь, вот, прилегла, отдыхаю, душой и телом, маска работает, да, работает, сделала маску на руки, маска работает, все, встала через 15 минут, пошла умылась, думаю, господи, как же мне хорошо, как же мне хорошо, почему мы боимся, даже когда мы уставшие с вами, вот, вы мне пишете, Лена, я до того устала, что я, пока дома все дела переделала, я уже больше ничего не могу, и не хочу, я ноги помыла, душ приняла там, да, голову помыла, спать легла, мои вы хорошие, где наши помощники, где наши помощники, которые нам с вами помогают, где наши мужики, вот сейчас, допустим, у меня с мужем, да, у нас раньше с ним было как, он не всегда мне по дому не помогал, всегда, всегда, девочки, когда я работала в депо, дети у нас еще были маленькие, да, я приходила, у меня уже всегда был готов ужин на столе, выходные, допустим, иногда я там готовлю, иногда он там готовит, почему мужики не могут сделать эту работу, допустим, приготовить жене ужин или обед, неужели так трудно, вот мужчина, я к вам обращаюсь, неужели вам это так трудно сделать, уделить своей жене внимание, пусть она немножко отдохнет, вот пусть она нанесет эту масочку на лицо, полежит, отдохнет, вам же будет приятно смотреть на свою женщину, какое у нее лицо красивое, какое у нее свежее, молодое, подтянутое, почему наши мужчины не хотят этого, им бы лишь бы только пиво попить, с мужиками посидеть домино там, или там в гараже поковыряться, неизвестно еще с чем ковыряться, в общем так, мои дорогие, я просто в шоке, если честно, вот от меня уходил мой муж, да, у меня там вообще была масса свободного времени, обеды мне там особо ужин не надо было готовить, да, сейчас, сейчас, вот, он вернулся все, да, я готовлю для него, он же здесь, девчонки, я вам там покажу видео, сниму обязательно, он готовит для меня, вот, хотя он знает, что мне, допустим, на ужин там это нельзя, другой там нельзя, но иногда он меня решил, как бы побаловать, да, вот, готовит для меня, он мне очень вкусно готовит борщ, очень вкусный борщ, и до сих пор моя Танюшка говорит, пап, ну давай приготовь свой любимый борщ, вот, мы его очень любим, я надеюсь, что на этой неделе он будет готовить, я вам покажу, я даже вам видео сниму, как он это делает, но факт тот, что мы с вами сами, своих мужчин, не подпускаем, не подпускаем кухни, это плохо, это плохо, вот, мы не даем нашим мужчинам возможность ухаживать за нами, за женщинами, мы привыкли тянуть все на себе, сумки тянем на себе, значит, всю работу по дому мы делаем на себе, тянем все это делая, за детьми ухаживаем, за мужем ухаживаем, за родителями ухаживаем, ну, а на себя, конечно, у нас нет с вами времени, я сейчас ежедневно, девочки, ежедневно, у меня вечером есть моих полчаса тридцать минут, сорок минут, час, я просто трачу их на себя, я сказала все, я сделала себе маску и лежу просто с этой маской, и отдыхаю, я сделала себе, допустим, какой-то смузи, коктейль, да, я пью его и наслаждаюсь этим вкусом, просто отдыхаю, понимаете, просто отдыхаю, я понимаю вас, мои хорошие, что вы приходите с работы, уставшие, измученные все, и вам вот ни до чего, ни до масочек, ни до чего, девочки мои, ну, где ваш мужчина, который сможет вам помочь, он же с вами рядом, под боком, лежит на диване, газетку читает, телевизор смотрит, футбол смотрит, ну, подпреките его, скажи, Вася, Петя, Федя, ну, что ты так расслабился, вспомни нашу молодость, как ты раньше за мной ухаживал, все забыли, все забыли, а теперь мы хотим, как говорится, вот, все сами на себе, ну, нельзя так делать, нельзя, а вот, я просто вам всем, девочки мои хорошие, советую, один час в день найдите для себя любимых, даже после работы, даже вы уставшие, я знаю это по себе, вы думаете, я такого никогда не испытывала, испытывала, и я помню ночами, даже после того, как приходила с работы, крутила эти закрутки до двух часов ночи, а мне надо вставать уже было пять утра, пол шестого, самое позже, вы знаете, мои хорошие, я так же работала, как говорится, приходила домой без задних ног, да, вот, так же делала с закрутки, так же ухаживала за своей семьей, вот, и тогда я, тогда я особо не понимала, что я себя просто-напросто загоняю в угол, вот, сейчас я это все понимаю, прекрасно осознаю, потому что мы, женщины, должны себя любить и ценить, вы пришли уставшие, мужик вам не помогает, вставьте ему пиздячек хороших, пусть он вас услышит, пусть он вам поможет, а, если у вас уже взрослые дети живут с вами, то обязательно, так же их, подпредите, к этому процессу, пусть готовят, пусть убирают, наводят порядки, пусть стирают, тем более наши стиральные машины, автоматы, постирал, вывесил, снял белье, только осталось погладить, вот, почему вы не можете себя полюбить, потому что вы этого не хотите, мои дорогие, надо себя любить, надо себя ценить, надо себя боготворить, вы женщина, женщина, но мы-то уже с вами женщины, возраста плюс понимаем, что если мы сами себя не полюбим, никто этого за нас не сделает, вот, наши мужчины нас могут любить, боготворить, могут нам дарить дорогие подарки, могут нас возить с вами на дорогие курорты, могут, правда? А почему наши мужчины не могут нам помочь по хозяйству? Могут, могут, просто мы так приучились с вами, знаете, у кого обыкновенная жизнь, как у меня, да, у меня нет домоработницы, у меня нет там каких-то прислуг, вот, значит, кто должен помогать жене? Муж, муж, и если дети живут с тобой, так же дети должны помогать, мне, допустим, Танюха очень хорошо помогает, мне сейчас помогает мой Володя, он мне всю жизнь мне помогал, всю жизнь, поэтому, девочки, я его боялась потерять, да, честно вам скажу, он мне всю жизнь помогал, он и готовит у меня хорошо, он может и порядок навести хороший, у меня Кирюшка такой же, он до того приученный к чистоте и порядку, что один раз он приехал, знаете, такой навел идеальный порядок у меня в зале, хотя у меня там не мебели толком, ничего нет, так у меня там все вылизал, как говорится, я зашла и ахнула, он говорит, мам, вот такой должен быть каждый день порядок, я говорю, да, Кирюш, должен, должен, но не обязан, так что, мои дорогие, любите себя, цените себя, боготворите себя, в любое время дня и ночи, как говорится, не плачьте, не надо слезы лезть в подушку, я сама такая же, как и вы, дурочка, да, люблю поплакать, когда мне очень плохо, но мы сами себе такую жизнь выбрали с вами, сами, мы сами на это подписались, как говорится, никто нам не виноват, и сейчас мы эту лямку с вами тянем, но если мы сами с вами также захотим исправить эту ситуацию, если с вами захотим как-то изменить свою жизнь, мы ее с вами изменим, я надеюсь, что вы меня услышали, всегда находите для себя время, но 20 минут свободного времени у вас всегда найдется, всегда, не надо себя загонять в угол, не надо себе говорить, что я так устала, и вот легла без задних ног, говорится, отдыхаю, а ты устала, я понимаю, ну ты нанеси себе маску на лицо, и ложись без задних ног, ложись, отдыхай, пройдет буквально 20 минут, ты встанешь отдохнувшей и посвежевшей, это ли несчастье для нас, для женщин, девочки вы мои хорошие, я вас всех очень люблю, я очень рада, что вы все у меня есть, всем большое спасибо за ваше внимание, за ваше участие в моей жизни, за вашу поддержку, мне так приятно, что у меня такие классные друзья, мои подружки онлайн, я вас всех люблю.